Сегодня в нашей театральной гостиной кинорежиссер Дмитрий Светозаров. Именно Светозаров поднял на недостигаемую высоту жанр иронического детектива, став создателем поистине народного сериала «Агент национальной безопасности». «Агент национальной безопасности» Митя, самое удивительное, что первый съемочный день в твоем фильме «Агенты национальной безопасности», когда ты мне поручил «Филарета» сцена с актером Театра Европы покойным, Коля Лавров. Вот здесь мы снимали, это был первый съемочный день, агента, вот, как-то вот здесь, я сидел здесь, Коля сидел, да. Здесь был столик, мы сидели, ты сидел там, Коля сидел здесь, я все на крупных планах, снимал суперкрупных планах. Что дальше убрать? Был рот отдельно, глаз. Да. Это твой интерес. Да, сколько лет тому назад это было? 16 лет. Побойся Бога, Филарет. Если бы я боялся Бога, Витя, я бы здесь с тобой не сидел. Ты, мальчишки, забегал в Театр Арс в свои юные годы, поэтому… Ну, зал сохранился, его архитектура сохранилась, я вспоминаю. Я очень рад, Митенька, что ты сегодня у нас в Театральной гостиной. В течение многих-многих лет ты часто бываешь у меня в театре, в кабинете. И я вспоминаю, как ты однажды пришел с дорогим для меня человеком, которого так любил твой отец Иосиф Ефимович Ефис с Алексеем Владимировичем Баталовым. Вот мы сидим здесь с ним в кабинете и вдвоем, и втроем. И какой-то был необыкновенный вечер воспоминаний о твоем отце, потому что для меня это очень важно, что ты продолжатель такой режиссерской династии. И в ближайшее время 110 лет со дня рождения Иосифа Ефимовича Ефисца. Поэтому я думаю, что сегодня в Театральной гостиной мы будем и об этом говорить, и о тебе, как о продолжателе режиссерской династии в кинематографе. Но поскольку у меня большой архив, и ты уже знаешь об этом, я всегда, кто приходит в театральную гостиную, прежде чем выйти к гостям, я показываю фрагменты из своего архива. И самое интересное, что много актеров, с которыми я работал, дружил, они снимались у твоего отца, и часто я от них слышал, какое они получали наслаждение работать в фильмах Иосифа Ефисца. Николай Казанович Симонов мне рассказывал о съемках фильма «Горячие денечки». Вадим Медведев, который снимался в фильме «Хефисца. Большая семья». Анатолий Попанов в двух фильмах. Валерий Золотухин в двух фильмах. А Евгений Павлович Леонов и Баталов в фильме «Дело Румянцева», который я смотрел раз в 15 в юношеском возрасте. И я вот покажу тебе открытие театра, на котором присутствовал Мария Владимировна Миронова, которая тесно была связана с твоей семьей и с твоей мамой. Ты увидишь те лица, которые, так сказать, все время проходят через жизнь вашей семьи. Поэтому сейчас мы посмотрим всех тех, кто был на открытии сцены этого помещения. Вот это было 20 лет назад. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне, Бог, не дай мне, Бог, не дай мне, Бог, разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил. Митенька, сегодня на встречу с тобой в театральной гарантии приехал твой актер, который только же закончил сниматься, Юрий Стоянов. Я его приглашаю в кабинет. Юрочка, зайди, пожалуйста, дорогой. Вот это неожиданность. А это неожиданность? Да. Привет. Давай. Привет. Привет, дорогой. Сядись, пожалуйста. Да. Ты понимаешь, в чем дело? Я сейчас только Мите рассказываю. У меня очень большой архив, ты же знаешь, мы с тобой знакомы тоже много-много лет. И с времен концертов с Вадимом Медведевым, Лебедевым, я потихонечку кое-что собираю. Вот я сейчас показал тех актеров, которые снимались в фильмах у Сейфицы и у Митри, которые были на открытии моего театра, вернее, площадки, где был когда-то кинотеатр «Арс». Вот 20 лет назад. Давайте продолжим, пожалуйста. Небом и невой, не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Гарри моя. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде, не унывал, но иногда мои влажнели веки, я этим голым. Новый чат. Он рождается бешеной энергией человека, который стоит рядом со мной. Вернее, я стою рядом со мной. Не путай между собой. Это будет точнее. Я хочу сказать вам, что то, что сделал Рудик, это бомбин. Когда он пригласил меня несколько дней тому назад посмотреть сцену и все, что здесь, когда все настраивалось, бомбин. И вводил меня по всему этому, он сказал в разу. Сегодня вот это – цель моей жизни. Ну вот это маленький фрагмент открытия. Я хочу, чтобы ты увидел тех актеров, с которыми был знаком всех. И Осип Федорович Хельфиц и Митя. Созданы друг для друга. Может быть, это звучит банально. Но я не боюсь банальности, если это правда. Верно. Нет ничего банальней, чем бояться банальностей. Мой. Твой? Навсегда. Да. Ну вот такие ваши проблемы. В отношении этих двух людей у них было много драматургии. Очень. Я помню, Георгий Александрович однажды сказал, когда Валентина Павловна сказала, мы тут как-то с Вадимом лежали и читали книжку. Я хотел бы увидеть эту картину. Я бы многое дал. Как мы с Вадиком читаем эти книжки. Ты понимаешь, с чем дело? У меня было очень много разных поездок с Антономом Ильичем Папановым. Да. И он рассказывал, любил рассказывать, как они однажды чуть не подвели Хельфица, понимаешь, пришли… Хельфица старшего. Да. Старшего, не в потребном виде. Причем компания такая. Даль. Высоцкий. Высоцкий и Папанов. Понимаешь? И они друг друга где-то в лесу снимали, я не помню. То ли в Горгии. На озере Хельфица. А? На озере Хельфица. Это был плохой, хороший человек. Главный, хороший человек. Они потеряли, и мне это рассказывали, как Даль кричал. Главное не попасть на глаза Хельфица. Вот. И когда я делал передачу, у меня еще есть адреса о Папанове, и дочь, и супруга, Надя Каратаева, были у меня дома. И вот они говорили, как он бредил Чеховым, когда он беспокоился, отправляясь на съемки в Хельфицу. Он даже в письме, пожалуйста, даже в письме дочери писал о том, как он подходит к этой роли. Надо воспитывать в себе потребность заниматься тем делом, которое ты себе забрала. Тогда у тебя не будет времени скучать. Видишь, единственное, что это значит, что он очень часто пронес через себя, да? Воспомни его работу у Хельфица в городе Эс. Ой, как замечательно. Или плохой, хороший человек. И он еще. И он еще. А, ну как? За здоровье молодого поколения видел я сегодня в Майер-2. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна. А главное, психология одолела. Жаль парня. Вот уж кого мне не жаль. Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул. Неправда. Ты бы этого не сделал. Почему ты так думаешь? Я так же способен на доброе дело, как и ты. Сейчас я расскажу про Попанова. У меня есть две истории. Свидетелем одной из них я был. Второе у меня рассказал отец. После в городе Эс отец влюбился в Анатолия Дмитриевича. А тот еще в ту пору не был так феноменально популярен. И на озвучание отец ему сказал, увидев какой-то мультик, где он озвучивал. Ну, погоди. Ну, погоди. Ну, погоди. И отец ему сказал, Анатолий Дмитриевич, ну, вы такой актер. Ну, для чего вы занимаетесь этой халтурой? И тот гениально ответил. И он, Еси Семьич, я получил квартиру трехкомнатную, люстру охота купить. Это первая история. Отец повторял это долгие годы, когда разговор шел об артистах. Он говорит, ну, что ты хочешь? Люстру охота купить. А вторая история, я был свидетелем. На съемке присутствовал я. Снималась сцена, когда фон Корен приходит мириться к Лаевскому. И пожимает ему руку. А доктор Самойлен как его сопровождает. У него была одна реплика. Не перевернули тебя, Ваня, эти дураки. Имея в виду лодку, на которой фон Корен должен плыть. Значит, я сижу где-то вдалеке и слышу за моей спиной возня Женя Татарский, который был тогда ассистентом. Говорит, как сказать хивицу, не знаю. Дело в том, что Папанов ночью в стреле с каким-то одним из поклонников своих перебрал. И был, мягко говоря, не в форме. Значит, отцу боялись об этом сказать. Значит, наконец приходит время уже репетиться и нужно вводить Папанова. Значит, Женя потный подходит к ей. Говорит, я с Венеич, значит, ну, то ведь мы же немножко, так сказать. А отец говорит, ну, хорошо, пускай он пока посидит на заднем плане, пока мы репетируем с ребятами. А потом, значит, он свою реплику скажет. Хорошо. Значит, сидит-сидит Папанов. Тяжело, значит, храпит. Приходит время съемки. Разбудить его невозможно. И отец при нем говорит, ну, давайте, ну, что делать, давайте будем снимать так. И снимает эту сцену, она входит в монтаж. Проходит год, отец, смеясь, показывает мне рецензию в искусстве кино, где автор пишет о тонком психологизме Хейфица, который на каких-то микронных деталях строит характер. Говорит, как гениально придумано, что Самойленка в этой сцене спит. Он умотался за целый день в своих хлопотах, он такой вечный. И как это придумано, что он даже не подает это реплик. Это по поводу нашей критики. У меня есть, знаешь, что? У меня есть «Блев-клуб», где мы втроем. Андрюша Толбеев, ты и я. Была такая модная передача. Я помню ее, да? Ты помнишь? Помню, да? Пожалуйста. К ребятам канале, да? Да. Дмитрий, добрый вечер. Ну, как, знаете, вот говорят, вы как режиссер, знаете, вот нужно встать на этот крестик. Вы продолжаете замечательную династию. Ваш отец, это режиссер, Йосиф Хейфец. И вы помните, прекрасная картина вашего отца, дама с собачкой. Как уж я снимал фильм «Псы», поэтому я вам не верю. Не верите? А зря, потому что теперь у вас дома будет сидеть вот такая вот служебная собака. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а также приятно вас и представить, что вы сын замечательного актера Юрия Толубеева. Но всех объединяет одно. Это фильм «Агент национальной безопасности». У вас там какая-то кличка такая, вот, я бы сказал, собачья даже, вот, собаку. Полка, полка. Ну, он нас зовет, полка. Рудольф Давыдович, ну, кроме того, я так понимаю, что я сегодня всех представлял вот что. Дмитрий, сын Йосифа Хейфеца, Андрей Юрьевич, сын Юрия Толубеева. А вас я должен, наверное, представить как сына Дмитрия Фурманова. Лейтенанта Шмидта. Нет, писателя, который написал о Чапаеве. Вы знаете, вы меня застали в таком положении, я себе проспал на блеф клуб. Ага. Понимаете, и вышел из квартиры, и ключи оставил там. Поэтому я извиняюсь, верите, что это действительно правда, что я вынужден к вам приехать вот так в халате прямо с постели. Да, конечно, верю. И неправда, это я вас разыграл, потому что я взял халат, в котором снимался в фильме Светозарова «Агент национальной безопасности». А, кстати, ты знаешь, что отец Андрюша Юрий Владимирович, гениальный Александринский актер, должен был играть Тевья Молочника в фильме Тевья Молочника, который отец мечтал поставить по сценарию Трауберга. Но, видимо, по письму какого-то очередного обкома партии эта картина тоже была. А они сказали, что американцы только что поставили скрипач на крыше, поэтому... А у нас есть, где несколько лет назад ты был на церемонии, тебе вручали премию «Фигаро». У тебя здесь, в театре. У меня здесь, в театре, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, видно. Вот даже сейчас это было видно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что, что? Какого подарили вы мне, вручили, какого вы мне, «Фигаро»? Вот. Вот ты спрашивал, кто сломал. Вот кто сломал. Видел? Прямо в кадре он упал. Вот расследование. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аганезов сломал. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, вот у него упало. АПЛОДИСМЕНТЫ Обязательно. Замечательная у тебя программа. Благодаря кому у меня самый эксклюзивный «Фигаро»? С обломанным пальцем. Он же так стоит. А мне вручили, «Аганезов сломал палец» вот в эту секунду, в кадре. И вот этот палец был сломан. И у меня его единственное. «Фигаро» вот так мне делает Миронов. И ты не поменяешь его. За универсальность в искусстве. Ты не поменяешь его. Никогда. На нового нет. Здравствуйте. Просаживайтесь поудобнее. Все сели? Можем начинать? Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие-то необыкновенные, теплые, дружеские аплодисменты. Почему? Да потому что у нас сегодня в театральной гостиной кинорежиссер, имя которому Дмитрий Светозаров. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, я сейчас смотрю на лица актеров, которые пришли в театральную гостиную, и трудно, наверное, в Петербурге найти артиста, который не снимался в фильмах Дмитрия Светозарова. Очень радостно, что здесь с нами, я его считаю, своим ленинградцем, петербуржцем Юрий Стоянов. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательный артист, который совсем недавно дебютировал на театральной сцене, на сцене БДТ. Артист, который сыграл Раскольникова в фильме Светозарова «Преступление и наказание» Владимир Кашевой. АПЛОДИСМЕНТЫ И не случайно рядом с Раскольниковым сидит старухопроценщица народной артистки Веры Карпова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и я не буду всех актеров перечислять, они сами появятся в течение нашей встречи, Сергей Барковский. Николай Данилов, Светлана Щедрина и так далее. Все это обнаружится в течение всей гостиной. Итак, Дмитрий Светозаров. Крупно планом. Что вам еще надо? Я вам рекорд сделал, они довольны. Это не рекорд, это липа. Еще 4 секунды, это все разлетится к чертовой матери. Саша, а где братан? Что, опять это самое? Не знаю. Я вчера девушку провожал. Слов у меня нет. Одни буквы. А ну, Кеша! Пощупай его! Авария! А вы молодцы. Или я вас неправильно понял? Вы правильно нас поняли. Мы пустим метро в срок, установленное правительством. Ну, что вам нужно в первую очередь? Бетон он. И не разводите сегодня мосты. Мои отношения с тетушкой никогда не доходили до состояния родственных. Мои отношения с тетушкой. Жизнь, Нилюшечка. Жизнь. Как ни парадоксально, это только миг. Заткнись, казён. Мне твои лекции вот здесь. Здравствуйте, Артём Сергеевич. Видела. Видела. Пей. Это что за словечки? Какие словечки? Вот эти рефлексии, эмоции, ты кто? Я. Молчи. Я лучше знаю. Вот этими фильмами «Прорыв», «Скорость», «Псы», «Арифметика», «Убийство» Светозаров бурно вошёл в кинематограф в начале 80-х годов прошлого века. Сын великого режиссёра Сефиса ежедневно, ежечасно, ежеминутно он видел труд своего отца и не побоялся пойти на этот путь. Как всё началось, Митенька? Ну, началось... Понимаешь, какая штука? И дым Отечества нам сладок и приятен. Так вот, для меня дым Отечества – это белый павильонный дым. Вот запах этого дыма я помню с 4-х летнего возраста, когда меня мать впервые привела на Ленфильм. Это был 55-й год, папа снимал тогда «Большую семью», по-моему. Вот. Так что пришёл я в кино не случайно, хотя путь мой был очень извилист. Ну, как все мальчики, я хотел быть шофёром, потом неожиданно я хотел стать продавцом, мне очень нравилось взвешивать на весах, знаешь, такие, которые были на рынке с гирями. Но родители мои были люди, как бы это сказать, ну, сейчас вы сказали консервативные, в некотором смысле они были старорежимные. Они верили в необходимость фундаментального образования. И поэтому я был отдан в Ленинградский университет, где я проучился 5 лет и получил диплом переводчика, филолога-германиста, переводчика с английского. Некоторое время я пытался заниматься литературным переводом, и я помню, на четвёртом курсе мы получили задание, я получил задание перевести Нобелевскую речь Фолкнера. Это два с половиной листка английского текста на машинке. Я промучился с этим текстом, наверное, неделю, и тогда я понял, что из меня, вернее так, не то, что не получится переводчик, а то, что перевод вообще невозможен. Уже спустя много лет я прочитал чьё-то гениальное выражение, что переводят не слова, а переводят стиль, потому что перевести слова невозможно. Другая система речи, другая система языка, другая мелодика языка, другие реалии жизни. И, в общем, постепенно так меня и тащило в сторону кинематографа. В 1974 году я закончил Ленинградский университет вместе, кстати, с Владимиром Владимировичем Путиным. Он учился на юрфаке, я на филфаке. Это я апропо, так сказать, да. Вот. Да. Серёжа Иванов, глава администрации, был на курс меня младше. Вообще наш курс, он, так сказать, в основном сейчас в Москве. А я остался в Питере, тогда в Ленинграде, и, получив свободный диплом, отправился на киностудию «Ленфильм», где проработал несколько лет в качестве ассистента режиссёра. Ну, а потом уже я стал поступать на режиссёрские курсы. И ты даже снялся в какой-то картине в роли посетителя, какой-то маленький эпизод. Да, у Жени Татарского я сыграл. «Золотая мина», по-моему. «Золотой мини». Простите, но вам придётся выйти со мной. Можно сначала объяснить, зачем? А за тем, что интеллигентные люди так на незнакомых девушек не смотрят. Так, как насчёт выйти? Мне нужна была справка о том, что я прошёл кинематографическую практику в Ленинграде на «Ленфильме», но я, естественно, эту практику прогулял с дружками. И в последний момент обратился к Жене с просьбой мне написать эту самую справку. Он сказал, старик, только при одном условии ты у меня сыграешь эпизод. И вот я отправился, как сейчас помню, с серьёзного подпития в ресторан «Кронверк» был, помнишь, такой «Пл-пл-пл-пл». Да. И поэтому это состояние тяжёлого похмелья и вот уходящая из-под ног палуба у меня на всю жизнь осталось в памяти. А озвучил он меня каким-то противным голосом, отвратительным. Молодой человек, если вас удовлетворят мои извинения, я приношу их примить. Ну, действительно, я принял вашу девушку за знакомую и ошибся, виноват, вы правы. Извините, спасибо. Зоя, молодой человек ошибся и извинился. Иосиф Ефимович мне всегда казался совестливым, каким-то сокровенным человеком, да. Я думаю, сегодня, наверное, для многих образец поведения режиссёра, да ещё в таких советских условиях, когда давит, понимаешь, давит, что снимать и как снимать. Да, вот хотелось бы сегодня как-то вспомнить какие-то... Ты понимаешь, в чём дело? У него снимался Николай Симонов. Знакомое лицо. Твой знакомый? Лицо конюхом в совхозе служил, Мишка Хвост. А-а-а! А думаешь, очки нацепил, будто не узнают. Николай Черкасов, Енина Жеймо, который потом стал его женой первой, да, он же не жилу свою снимал, как модно было в то время снимать Джон в кино. Все режиссёры снимали. А он пригласил, потом он на ней женил, тем больше её не снимал, кстати. Это тоже характерно, между прочим. Золушка-то не он снимал, а Кашеверова, где прославил Енина Жеймо. И, кстати, у тебя брат есть, родной по отцу сына Жеймо, да? По поводу Юлика. Енину Болеславовну я видел однажды в жизни. Она приходила к нам на Щёрце, навещала мою бабушку, мать моего отца, которая тяжело болела. Поэтому я даже не могу сказать, что я с ней знаком. Я видел её просто и запомнил вот эту маленькую, очень миниатюрную такую женщину. А с её сыном Юлик, мой единокровный брат, с ним я познакомился лично после смерти папы. Он приехал из Польши в Россию. Кстати, оказался удивительно тёплым, интеллигентным, милым, добрым и замечательным человеком. У Иосифа Ефимовича героями фильмов 30-40-х годов были Николай Симонов, Николай Черкасов, Олег Жаков, Борис Ливанов, Вера Морецкая. И вдруг в начале 50-х резкий разворот. Меняется эпоха после смерти Сталина. Поиски нового героя, другой облик, внутренний и внешний. Большая семья Алексей Баталов, «Дело румянцу» Алексей Баталов, «Дорогой мой человек» Алексей Баталов, «День счастья» Алексей Баталов, а потом Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Олег Даль, Анатолий Попанов. Червис меняется и выбирает артистов созвучных с временем. Ты затронул тему, так сказать, заслуживающую специального критического анализа. Дело в том, что при жизни отца уже называли актерским режиссером. И мне кажется, я какие-то крупицы его этих качеств унаследовал. Ну, тому доказательство, присутствующие здесь замечательные наши актеры, которые пришли, наверное, не потому, что их заставили прийти. А то, что касается отца... Ты знаешь, меня часто спрашивают, спорил ли я с отцом, сходились ли наши вкусы. Мы жили в одну историческую эпоху. Мы жили в одном эстетическом поле. Поэтому наши споры носили, так сказать, местный, частный характер. Мы не спорили с ним по принципиальным вещам. Сейчас с нынешним поколением зрителей я нахожусь в определенном уже серьезном противоречии. Ибо я принадлежу к другой эпохе, к другой эстетике, к другой традиции кинематографа, кинематографа психологического, кинематографа, который всматривается в человека, как это у Гамлета, взгляни за занавес ресниц. Современному кинематографу, к сожалению, это качество уже недоступно. Он строится на других принципах, на других началах. Отец, он, собственно, всей своей жизнью был моим учителем. И одно из качеств, которые я у него унаследовал, мне кажется, это тяга, любовь, способность к психологической детали. Я сейчас, когда мы говорили о Высоцком, рассказал такую деталь. Отец пригласил Высоцкого на роль фон Корона в фильме «Плохой, хороший человек». Там вообще фантастическая компания. Даль, Попанов, Максакова. Они не были знакомы. Значит, Высоцкого одели в костюм фон Корона, привели в кабинет к отцу. Отец окинул его взглядом, встал, подошел и оторвал пуговку на рубашке Высоцкого и попросил художника пришить эту пуговку. Он сказал, чтобы она сделала это нарочито, неаккуратно, чтобы пуговка висела. И вот эта оторванная пуговка была ключом к характеру фон Корона, внешне жесткому, такому, ригорическому персонажу. А эта деталь говорила о его неприкаянной, одинокой жизни. Ты чего это бродишь по ночам? Знакомьтесь. Эти господа согласились быть твоими секундантами. Бойко. Ты не против? Говоротский. Мне все равно. Ну, кажется, все. Готово. Налей мне Коля кофе. Должно бы тебя не буду нынче спать. Ну, ты, я надеюсь, поедешь с нами. Нет, 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 боже, меня сохрани. Я и так замучился. Вместе меня доктор Устимович поедет. Я поговорю с ним. Вот тут все, что нужно. Ну, мало ли что. А ты не волнуйся. Дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит. Он иначе не может. А я попадать под суд из-за Лаевского терять время. не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за Дуэль? Арест. Ну, вот, видишь. А в случае смерти противника заключение в крепости до трех лет. Высоцкий сказал, что я у этого режиссера буду сниматься в любой роли, в какую бы он меня не пригласил. Вот этому я научился у отца. психология начинается с парадокса. Я немножко вползаю в сферу сложных материй, но я думаю, что меня простит публика. Психология начинается с парадокса, сказал Шкловский. И я стараюсь в том, что я делаю, в характерах, о которых говорю, искать вот эти парадоксы. Я на всю жизнь запомнил кадр из фильма Бергмана. Сейчас не буду врать, не помню, как называется. Биби Андерсон играла главную героиню, которая по сюжету потеряла мужа, и она заходит в спальню, где застелена двухспальная кровать, и садится на стул. Что бы сделал плохой режиссер? Ну, самое банальное вдова бы заплакала, да? Второй ход нетривиальный, она бы, значит, как сумасшедшая засмеялась. Но как нас учил Леонид Захар Штрауберг, надо всегда искать одиннадцатое решение, отбрасывая десять первых. Что делает героиня у Бергмана? Она начинает зевать. И вот это меня потрясло. Но еще больше я был потрясен, когда спустя годы прочитал в каком-то медицинском журнале, что зевотой есть проявление сердечной недостаточности. Когда сердце начинает плохо работать, человек начинает зевать, потому что ему не хватает кислорода. Вот как эта грандиозная, тонкая, неожиданная психологическая деталь оказывается мотивирована чуть ли на медицинском уровне. Поэтому я всегда стараюсь снимать свое кино по принципу многослойного пирога. Под слоями пирога я подразумеваю не крем и тесто, а слои смыслов. И даже, может быть, какой-то глубокий смысл будет зрителю непонятен, но это рождает некую глубину, некий объем произведения. Какой-то критик английский сказал о кинематографе, что в хорошем кино, как в шекспировском театре. Кровь и интрига для галерки, психология и любовь для джентльменов. Вот, я не делю свою публику по социальному принципу, но для разного зрителя в моем кино, я надеюсь, есть свой слой смысла. А я вас под телевизор видела. Вы про Дома Синина рассказывали. серьезные передачи смотришь. Мой папа медийное лицо. медийное питома. Мой папа пıı after про оборудование. А может быть, вам не нужна услуга психоаналитика? Ну, вы все время уходите от прямых ответов. Неумышленно. Я действительно не знаю, что делать. Ивна, Фадов. Я ж запретил тебе ходить по дому в этом балахоне. А мне нравится. Я сказал! Тебе жалко, что ли? Иди сюда. Иди сюда! Иди! Прекрати! Прекрати! Перестань! Да пропадите вы. Долго возилось. Потому что две дозы пришлось давать. Клофелин дело надежное. Вырубился. И слава богу. Мне все-таки хотелось вернуться к тому. Ну, вот, герой в кино для Хейфица, да, герой 50-х годов, Баталов. И он долго продолжительный период, начиная с «Большая семья», «Дело Румянцева». Я помню, фильм «Дело Румянцева» – это мальчишка, был на съемках, познакомился с Чекмаревым. На. Пиши. Сашка, друг. Пиши, пиши. Все твои неприятности пройдут, как с белых яблок дым. Вот так пиши. Уходи отсюда. Дальше. Пять тысяч. Твою долю, наверное, псы отобрали. М-м-молодец. Молодец. Как получишь срок, мы тебе в тюрягу, в тюрягу подкинем. Будешь жить красиво, не расстраивайся. Все? Расстраивайся через два, сын. Расстраивайся. А? Через два, через два. Евгения Павловича Леонова, это 54-й год. Мне было 16 лет, 15. То есть первая роль Леонова. Первая роль Евгения Павловича Леонова. Когда он, помнишь, ногами донос пишет. Я Румянцева-то мало знаю. Мы с ним, в общем, так. Здравствуй, прощай, как делишки. Вот и все. Сейчас он разоблачен. Погнался за монетой. Ну, а Королькова, я надеюсь, вы знаете с хорошей стороны. Исключительно. Самый шоферов, с большим авторитетом. Ну, а скажите, Румянцева, вы увидели на дороге, когда он загорал? Ведь он вас просил вызвать аварийную машину. Меня? Вас, вас. Нет. То есть аварийную? Да. Товарищ начальник, я тут ни при чем, вы... Запачкаться боишься? Анкетка, наверное, чистенькая. Чистая. Сейчас очень часто звучит эпитет «Великий». Применима к артисту. Уже... Чересчур. Да. Недавно я пишу. Алика Смехова. Великая актриса Алика Смехова. Настя Минникова недавно я прочитал тоже. Мне посчастливилось знать действительно великих актеров. И вот Николай Олегович Криценко, на мой взгляд, был великим актером. Я вспоминаю его роль Каренина. На чем она сделана, вся роль. Юра, наверное, со мной согласится. Он что говорил по-петербургски. Да. Теперь уже это произношение утеряно. Вот. Потому что он говорил. Сережа. Мамочка. Сережа, мальчик мой, милый. Мам, Сережа, котик мой. Я должен огорчить тебя, что он не скучал о тебе не так, как твой муж. И как хорошо, что у меня было именно полчаса времени, чтобы встретить тебя. И что я мог показать тебе мою нежность. Вся роль была выстроена. Гениальный. Гениальный актер. А Ирил Владимирович Толубеев, отец Андрюшева. Гениальный актер Александринки. Меркурьев, Вась-Вась. Вот это были актеры. Не то, что нынешнее племя. Ну, Леша Баталов – это отдельная история в моей биографии. Это человек, перед которым я в неоплатном долгу. Во многих и в профессиональных, и в жизненных, и в житейских смыслах. Большая семья, это 54-й год. Это вышла картина. Да, от него 53-й. Мне было два года. В 53-м году Леша появился в нашей семье. И с той поры, на протяжении почти двух десятков лет, он же жил потом в Ленинграде. Он жил практически в нашем доме. Поэтому я просто вырос на коленях у этого человека. И до сих пор, хотя ему уже много лет, я иначе, как Леша, его назвать не могу. Я говорю, вы Леша. Вот, этот человек меня многому научил. Вы знаете, что Леша – человек огромной культуры, литературной культуры. Его мать, Нина Антоновна Ольшевская, была ближайшей подругой Ахматовой. И Ахматова, как известно, бывая в Москве, останавливалась у Ардовых, у Лешиного отчима на Ордынке. И когда Леша приезжал к нам в Комарова, уже Ахматова жила тогда на Озерной, он, значит, к ней часто ездил, а я увязывался с ним. И, значит, я там пока играл в какие-то свои машинки, они говорили о чем-то высоком. Я запомнил Анну Андреевну в виде такой не очень аккуратно причесанной старухи в каком-то длиннополом цветастом то ли платье, то ли халате. В таком виде я запомнил великую русскую поэтессу. Вот Леша – человек удивительной культуры, многообразных способностей. И он для меня является образцом… Вот здесь я вступлю в неожиданный конфликт с аудиторией, а, может быть, и не вступлю в этот конфликт. Он является идеалом киноартиста. Артиста, который создан для кинематографа и артиста, который не способен играть на театре. Потому что мне кажется, что принцип театральной игры и кинематографической – суть явления совершенно противоположные. Недаром в свое время говорили паузу Болталова. Болталов умел молчать в кино. То есть с точки зрения театрального дурного артиста вообще ничего не играл. Но из-за вот этого своего качества, из-за удивительной своей внешности, из-за лица, глаз этих светло-голубых. Вы знаете, что за ним после «Дамы с собачкой» Феллини, у которого он гостил, буквально бегал за ним, умоляя Лешу сняться в какой-то его картине, которую Феллини задумывал. Леша по понятным в то время обстоятельствам согласиться на это предложение не мог. Таким актером был Янковский Олег. Их, в общем, немного актеров, которые созданы только для кинематографа. Когда распал Советский Союз, Иосиф Ефимович верил в то, что Советский Союз бесконечен на 100-200 лет вперед. Когда это все произошло, и можно понять, мы с ними часто говорим, его состояние великого режиссера, который, в общем-то, отдален всеми званиями, герой со струда, ну, кроме Ленинской премии, да, так все... И он привык, что 7 ноября, в праздник Октябрьской революции, да, показывали депутат Балтики. А теперь другая страна. Какой там депутат Балтики? Я правильно говорю, да? Это очень, так сказать... Значит, это было в 89-м году. Я как сейчас помню. 8 ноября по каналу Россия, а в ту пору уже произошло. Первый канал оставался, так сказать, Горбачевским каналом, а Россия уже был Ельцинский канал. Так сказать, первый демократический канал. Но это еще публика не совсем понимала. И 8 ноября вместо, условно говоря, фильма «Ленин в 18-м году» или «Депутат Балтики» по этому каналу показывали мой фильм «Псы» про собак-людоедов. Ну, задание, как понимаешь, ответственное. Мы с вертолета пробовали, как под землю уходят. Странные какие-то волки. Так что соберешь команду, человек 6 крепких мужиков, чтоб стрелять умели, но охотник. Восемь червонтов за шкуру, да за них и по рублю никто не даст. Собаки выпьют всю воду и уйдут. Ему нельзя говорить. Собаки уйдут. Убейте их всех. Они моего сына. Я выхожу каждую ночь, чтобы убить их. Вам отсюда не уйдите. Отсюда никому не уйдите. Мы смотрели с Ниной и с моим тогда еще совсем маленьким Лешкой и с какими-то своими друзьями в моей комнате. А в гостиной псы смотрел папа и мама. Закончился фильм. Открылась дверь в мою комнату. Вошла мама. И молча поставила на стол бутылку водки. Прошу вас, тех, кто помнит. Помните, что такое 89-й год. Это талоны. Да? Так что бутылка водки это была. Потом надо было знать мою маму. Ее отношение к выпиванию. Особенно мое. Поэтому это был для нее грандиозный поступок. Можно сказать так, что это была высшая оценка тому, что я сделал. Вот эту бутылку водки, которую мы тут же быстро выпили, вот, как это, в четыре жала, я надолго запомню. У меня с отцом связано одно тоже очень такое личное воспоминание. В 92-м году была премьера моего фильма «Арифметика убийства». Где главную роль, собственно, там две главные роли. Бехтерев. Играл Сережа Бехтерев и Зинаида Максимовна Шарко. Кстати, к вопросу о великих актерах. Бехтерев на мой вкус был великим актером. Страшной судьбы и страшной смерти. Актеров, в общем, не пробую и не выбираю. Я практически сразу сказал, что будет играть Зинаида Максимовна. Меня стали отговаривать. Говорят, ты с ума сошел. Она же абсолютно театральная актриса, привыкшая к жесту. Я еще до встречи с Зинаидой Максимовной сказал, у нее в картине одна реплика, одно слово. Нежить в конце она говорит перед тем, как убить своего этого племянника. И она, привыкшая говорить со сцены, всю картину молчала. Поэтому внутри себя она накопила такое. И после этого она мне признавала, что когда она встретилась с Гафтом, она сказала, что это абсолютно ее лучшая роль. До сих пор не понимаю, что ее заставило тогда взвалить на себя крест в виде парализованного полиэмилитом племянника. Со своей сводной сестрой, моей матерью, Варвара даже не была хорошо знакома. Вот что я вам скажу. Этого Плюханова вы купите любой в этой чертовой квартире. Вы поняли? Любой. Вы, между прочим, там траекторию вычисляете. Отпечатки слезы, а тут нужна другая. Арифметика. Ты. Все, ты. Я и расписку им Адрея написал на тысячу рублей. Начнем с того, кто где находился в тот роковой момент. Варвара Петровна, как всем отлично известно, наша уважаемая стрелок охраны была на ночном дежурстве. Нижайшая просьба как всем оставаться на местах, иначе у нас ничего не получится. Где он? Где он, я вас спрашиваю? Начнем с самого начала. Брюханова. Все здесь ненавидели? Да? Да. Мотивы убить его были у всех? Так? Так. Убить физическую, так сказать, возможность имели все? Все. Труп есть? Есть. Убийцы искать бесполезно. Искать бесполезно. Знаете почему? Потому что убийства не было. Это было, Петр Пракович, самоубийство. Я жить. И была премьера в Доме кино, и пришел папа. 92-й год, это за три года до смерти, он был, в общем, уже глубоко пожилым человеком, но он пришел, и после премьеры, ну, как всегда, в вестибюле тогда в холле собиралось огромное количество народу, ко мне подошел папа, сказал какие-то два слова, но я увидел в его глазах слезы, чего не видел никогда. Нет, вру, один раз было, когда умер Юрий Павлович Герман. Юра, Ося, это был самый близкий его друг. Они всю жизнь дружили и называли друг друга на «вы». Вы Юра, вы Ося. Вот тогда первый раз отец плакал, и слезы видел я на глазах после моей премьеры. Ну, я достаточно умен, чтобы не воспринимать эти слезы как реакцию на мою картину, а я понял, что он пришел прощаться, прощаться с кинематографом, прощаться с той жизнью, в которой он прожил почти 8-70 с лишним лет, как старый капитан, сходящий на берег с корабля, на котором он проплавал всю жизнь. Я ведь почему завязал-то? От нынешней водки одна меланхолия, а игры в настоящей нет. Погоди. Как вам не стыдно? Ты где сходишь? А что я делаю? Прекратите хулиганить, иначе будете иметь дело со мной. Я тебе сейчас как муху на воздух тут понял? Что ты сказал? Повтори давай, ну. Я тебя долгую. Ай, вот туда! А ну-ка, иди сюда. Иди, иди, я куда убираюсь-то! Иди сюда! Ой, пустите, что вы! Что же вы наделали? Я же теперь опоздал. Что ты пищишь там, как комар? Давай, чеши тебя на своих двоих! Не взяли побыстрее, товарищ. Я опаздываю, будьте любезны. Мои товарищи, я чувствую, уже волнуются. Ты кем работаешь-то? Я артист, милостивый государь. Слушай, а ты сейчас у меня с кувшинки. Из какой кувшинки? Ну, этого дела. Из дурдома. Нет его. Ты везде смотрел. Маэстро, а почему нет музыки? Нет света? Ну, привет. Опять артистов привез? Да ну их кляпал. Май с ними, который год. Я ведь все время в разъездах. А искусство требует жертв. Мне даже роли иногда дают. Только без слов. На выход, мальчики, на выход. Кашу пшеную без масла поели. А поют. Несчастье-то. Теперь я уже окончательно опоздал. Сыграйте на ней что-нибудь. Я ни на чем не умею. Ну, пожалуйста. Вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя. А дождь, что ни день. А дождь, что ни день. Все одно и то же. Опоздает Иван Дагановский. Вот помяните мое слово. Ну, в конце концов, можно без него. Сократи. Выйдешь на сцену и громко скажешь. Господин, которого вы ждете, задерживается. Его ведь в первой картине нету. Давайте без него начнем. Я составился на этих заплеванных досках. Хорошо играет, да? Точно как в жизни. Принимай. С доставкой на дом. Ваня. Ну, ладно, потом. Одевайся давай. Там, скорее только. Ну, докладной, Ваня, я на тебя уже написала. Ты меня запомнишь. Жень. Кажется, по-русски говорят лучше позже, чем никогда. Да. Ну, докладной, Ваня, я на тебя уже написала. АПЛОДИСМЕНТЫ Отец, волею судеб, был последним из магикан, из тех людей, которые создавали советский кинематограф. Создавали, кстати, Ленфильм. В котором сейчас, по-моему, даже уже и духу нет. Тех людей, тех традиций. Вот. Поэтому на эту студию моя нога больше не ступит. Ну, вообще, когда мы встречаемся здесь, в театральной гостиной, мы говорим о современном театре и так далее. Но, в общем-то, все актеры, в основном сегодня в сериалах и в кино, снимаются театральные артисты. Это раньше была профессия. Артист кино, как ты говорил, Баталов, да? Артист кино. Или Борисович Андреев, артист кино. Крючков, Арейников, артисты кино. Их трудно было представить в театре. Была такая профессия, артист кино. Сейчас это, по-моему, такой нет профессии, артист кино. Это очень, очень интересная тема. И мы когда-то с Дмитрием Ощем много говорили и сказали одну и ту же фразу синхронно. У него есть своя теория по этому поводу. Кино и театральных артистов в сравнении американский кинематограф и наш. В чем сила американской школы актерской? Только не надо сейчас рассказывать, что это все Михаил Чехов и МХАТ. Это мы все знаем, значит. И Сул Юрок, ученик Станиславского и все. Вот если все это забыть и просто взять среднего американского артиста и уровень самых бездарных и пошлых американских фильмов, в которых могут быть любые претензии. Любые, кроме одной. Кроме одной. То, как работают актеры в кадре. Вот человек, который выносит чай, доисполнительно главной роли. Умите гениальная формула абсолютно, почему это так, которая может кого-то и обидеть. Но я с ней абсолютно согласен. Пожалуйста, расскажи. Дело в том, что я убежден, что американские актеры приходят через какие-то образовательные учреждения, студии, курсы кинематографической игры. Они учатся кинематографическому существованию в кадре. Русский актер приходит из театра, и в нем уже театральный рефлекс первоначален. Поэтому все остальное происходит в борьбе с этим рефлексом, с этой практикой. Это по поводу театральности и кинематографичности. Вот такова моя теория. Я хотел вспомнить еще одного актера, которого, к сожалению, сегодня здесь нет. Мишка Пореченков, которого я очень люблю и которого снимал в последней своей картине. Просто представь себе. Утро. Волга. Туман. Вообще, весь фильм хочу снять в тумане. Весь этот... Россия. 16 век. Время очень смутное, темное. Все городки в округе, естественно, присягают Должедмитрию. И только воевода Бабарыкин категорически против. А за Бабарыкину всяк кинешь мозгу. Короче, из-за остра на стержень. Борь, ну как ты не понимаешь? Это... Вот это да. Это ж... Листовская. Никогда такой фуртки не видел. Я взял. Неважно. Везда? Гидни. Везда. Сколько народу из-за нее с ума сходило? На дуэлях подстрелялись. Там сам Ханжилков. Ух ты, користа его. Фильмы с ней остались? Не знаю. Может какие-то там обрывки где-то в архивах там надо искать. Зачем тебе? Я сам не знаю. Достанешь? Слушай, она... Не так-то просто. Полтинька хватит. Конечно. Ну так. Под самый обрез. Слушай, ты что себе? Штану не можешь нормальную купить. Я же тебе деньги давал. Опять проигрался? Борь, ты не поверешь. Вот только начал выигрывать... Деньги кончились. Миша Пореченков, которого, собственно, я ненавижу эти слова, но, в общем, благодаря агенту национальной безопасности он стал тем, кем он является сейчас. Жаркое заказывали? Я не ем мясо. Заказывали. А ты как сюда прошел? Ты откуда? Мне кажется, что я тебя где-то выкинул. А я здесь театрально учился. Да что ты говоришь? У кого? У Филистинского. У меня. У Генемина Михайловича. У кого ты там у него сыграл? Гаммель так. А дальше выгнали? Напрасно. Из тебя уже получился хороший артист. Мишка пришел, хотя он до меня играл в какой-то картине «Десана», но он пришел, понятия не имеешь никакого кино. И очень смешно, что после того, как вышла первая серия агента, Мишка прибежал ко мне, говорит, «Дмитрий, я вообще ничего не понимаю, что это такое?» Вроде какая комедия, а мы же... Я говорю, Миша, успокойся, если ты мне веришь, что все будет в порядке. Он постепенно вошел в систему, так сказать, жанрового этого фильма и потом уже плыл в нем как рыба. Так, говоря о работе с актером в кино. Вот я Мишке, Мишку учил, если я вообще имею право учить. Я говорю, Миша, играй через глаз. Вот выдавливай себя через глаза. Все, все остальное мне не надо. Вот. Вот это смысл киновыразительности актерской. Внутренняя наполненность, которая не нуждается ни в жести, ни в голосе. Почему я, извините, это будет бестактно для гостя театральной гостиной признаваться в том, что я ни уха, ни рыло не понимаю в театре. Шутник. Не понимаю ты его словно. Здесь старый анекдот, как киношник пришел на спектакль, потом он говорит, ну как? Он говорит, я ничего не понял. Говорит, один план и тот общий. Я вообще набит цитатами, как еврейская колбаса чесноком. Я сейчас попытаюсь вспомнить цитату из моего любимого Леонида Андреева. Кстати, я мечтал всю жизнь снять губернатора, великую повесть Андреева. И был единственный актер, который мог это сыграть. Это Михаил Ульянов. Он умер. Потом я мечтал снять фильм по своему сценарию «Апология сумасшедшего» про Чаадаева. Олег Иванович должен был играть Чаадаева. Игорь Иванович? Да, нет, Олег Иванович Борисович. Борисович. Есть великая повесть Леонида Андреева. Называется «Жизнь Василия Фивейского» про священника, который перестает верить в Бога. Там есть такие строки, цитирую приблизительно. На голове у старухи под сатиновым платком отец Василий увидел пробор, серую полоску между редких волос. И этот жалкий пробор, эта забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове была тоже правдой. Страшной правдой о вечно одинокой человеческой жизни. Вот есть такой кусок, который у меня до сих пор. Вот как в театре, объясни мне, вот это выразить, при всей гениальности режиссуры, при размахе могучего, при, так сказать, это не возможно, это только кино способно сделать. Более того, даже литература не способна. Лидия Гинзбург говорила, что любые описания психологического состояния в литературе есть некий комментарий, который находится вне самого события. И то, это я уж от себя добавляю, что только кинематограф способен показать внутренний мир эмоций человека в сиюминутно, в момент их возникновения, благодаря монтажу и крупному плану. Этого не способна ни одно другое искусство. Поэтому мой низкий поклон актерам, потому что без вас мое кино не имело бы ни ценности, ни смысла, потому что я вас люблю и могу сказать, что только, наверное, вас и нуждаюсь. Для меня открытие, и для уже немолодого артиста, потому что он невероятно парадоксальный режиссер. Вот Митя говорил, что он, Дмитрий Иванович, что вот психологический парадокс, парадоксы во всем. И даже в том, что он исповедует, есть парадоксальность. Потому что в этой декларации о кино, я с ним вообще согласен во всем, в том, что он говорит о кинематографе. И, кстати, о театре тоже, хотя я люблю театр. Но парадокс состоит в том, что исповедуя эту религию, и за ним идешь и веришь, парадокс состоит в том, что он может быть единственный режиссер для меня, который умеет, веря в искусство и в алхимию соединения крупного плана, актерской игры, музыки парадоксальной, которую можно включить, при этом всем он единственный, у кого в кадре бывает вот это очень опасный и очень тонкий, и только он чувствует этот баланс и театральности. В том, что он, например, вытаскивает из меня. Потому что, так как он чувствует жанр, вообще для меня он абсолютно не советский и не русский режиссер. Вот абсолютно. Вот для меня, я при при отце классики, гении, великом режиссере, я все время вижу при этом какие-то еще и другие корни. Того кино, которое я обожаю и которое люблю. Все время вот этой грани, я даже не знаю, как сказать, почти такой острый, острых каких-то актерских вещей, которые в кино очень опасны. Вы же знаете это. Очень опасны, потому что могут сказать, это наигрыш. Поэтому, когда он требует, что это парадоксальное, почти буфонное иногда оценки, но только в оценках, не в общем позиционировании. Обращали ли вы на это внимание в том, когда, как, вот высекается юмор в кадре, не смеша, абсолютно не комикуя, но очень остро иногда. Вот вспомни, очень остро мы существовали, а со сцены пьяных. Ведь это, Митя, ты меня извини, иногда в театре скажут, наигрывают, как мы играли у тебя пьяных. Куда ты собираешься, милая? А тебе что нужно? Поговори тихо, мирно, ко взрослые люди. О чем? О твоих планах на жизнь. Ведь они и заменились, правда? Какие планы, Миша? Я все знаю. Не прикидывайся овечкой. Меня вон отсюда, а его сюда. Я давно мешаю твоим сладким планам свить здесь. Новая любовная гнездышка. Ну, хватит уже. Так, салат в холодильнике, пирог готов. Если они придут, то вы Максима встречайте сами, хорошо? Кому звонишь? Роману своему? Так, что? Выдох. Абонент находится вне зоны. Вот говорили об отце, и мы так все промахиваем. Вы понимаете, что я говорю? В 1953 году он снимал «Большую семью». А из вас кто-нибудь давно смотрел «Большую семью», которую снимал Иосиф Хейвиц? Вы должны понять, что это фильм на самом деле. Это переворот в истории кино. Это реальный переворот. Потому что вместо масс, которые строят социализм, вместо какой-то общей истории, на фоне строительства кораблей в судоверфи, впервые в кадре, впервые в истории советского кино появляется семья, в которой люди любят, ревнуют, изменяют, предают, объясняются в любви, зарабатывают деньги, бросают любимых людей, возвращаются. И в которой есть отец такой почти, ну так, если из русской классики, ну не знаю, но Бессемьянов, Ванюшин, но другой совсем. И этого не было в кино никогда. И Сталин умер только это «Мартовское чудо» 1953 год. Это год прошел только. Это сталинская картина. Сталинская. А где он теперь, Антон-то твой? Научный институт, кандидат наук. Вот скоро сам приедет, закручь тут. Чего ты радуешься? Понимаешь, перестройка, перестройка. Только что вот его сына затея. Теоретик ты, бать. А что? Да не база, а базис, говорят. Ну, ну, молодыщи учи. Может, скажешь, что она еще не пар тебе, Круто-Носевый? Ты у меня эти фокусы брось. Не марай честь рабочей. Не водилось до тебя еще подлецов среди журбинных. Замолчи. Я не нуждаюсь в ваших поучениях. Нет, нуждаетесь. Вот в чем вы нуждаетесь. Не вникаешь в семейные дела. Кто должен учить твоих сыновей? Эти, невесток, я что? Сам справлюсь, вижу, как ты справляешься. Надрал бы я тебе уши для совести перед народом. Где это ведь теперь? Это серьезнейший просто перелом в истории кино. Аксин, ты знаешь, Юра, что? Пау. Большая семья получила в 54-м году в Каннах приз за лучший актерский ансамбль. А что такое лучший актерский ансамбль? Потому что там была семья. Они отметили, может быть, самое важное. Это за что, за что. А вот как они могли еще сформулировать? За то, что в советском кино появились люди, наверное, на экране? Не могло бы так. Поэтому для меня, вот я считаю, огромным счастьем, когда находится режиссер, который находит, когда твой парадокс, то лучшее, что ты можешь сделать, я не себя имею в виду, совпадает с его представлением. Он на самом деле очень любит острые проявления артиста в кадре. Боится их, потому что как никогда можно быть в это время пошлым в кадре. А он этого не умеет. Это совершенно уникальное явление. Оно очень скромное. Оно не самопозиционирующее. Оно не рекламирующее себя. Оно не знающее, что такое киномаркетинг, бокс-офис и все остальное. При этом оно снимает кино, это явление. И в этом кино, когда ты попадаешь, ты понимаешь, что это твое счастье и огромная беда, когда ты снимаешься у него, потому что после этого фильма ты попадешь в другой сериал. И это очень большая проблема того, как сниматься после меня. Это единственный режиссер в последнее время, который приходит на площадку абсолютно готовый. А не вот эти... Знаете, когда снял... Вот вы все снимающиеся артисты. Знаете, режиссер, когда ты сыграл, и спрашиваешь, ну как... И начинается 28 крупностей и 38 планов. Оттуда, оттуда, оттуда. На что надежда? На то, что монтажер склеит. Чем больше снято материала, тем больше вариантов. Сколько кадров? Два, три. Два, три дубля. Мы сегодня общаемся с уникальным, великим человеком. И за это ему спасибо. Сейчас Юрий Николаевич рассказал о фильме «Большая семья». Да, да. А вы знаете, об этом, наверное, не знаете, что огромный успех фильма «Дама-собачка» был не в Советском Союзе, а за границей, да? Да, да. Там было огромное. А у нас здесь боялись, боялись эти лапины, боскаку. Я не помню, кто был в тот период у власти кинематографа. Такого обнаженного Чехова они не ожидали. Да, они не ожидали, да. Вы устали? Нет. Просто прохладно. Вам не идёт эта шляпа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хорошая моя. Нет, я не хорошая. Вот я теперь ночами не сплю, всё думаю, думаю. Так тревожно на сердце. Вот уеду я в Саратов и в Москву, и всё. Ну, а если вспомните обо мне, то только как о приключении. В курортном романчике с какой-то дамой с собачкой. В курортном романчике с собачкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ О Даме-собачке несколько слов. Дама-собачке была незаживающей раной у отца, ибо когда был фильм снят, он получил вторую категорию. Тогда были категории. Была высшая категория, первая, вторая, третья. Вторая категория – это даже не осетрина с душком, а что-то уже практически… Там было. Да. Одноглазая. Да. И вот эта картина была официально таким образом оценена. Второй категории. Второй категории, да. Отрицающе. И когда отец сдавал, министром кинематографии был тогда некий персонаж по фамилии Михайлов. Михайлов, да. Значит, он посмотрел картину, подошел к отцу, так его приобнял и сказал, «Хейфец, а ты хитрый». На «ты», кстати, он говорил, в отличие от меня, Верусин. «А ты хитрый». У тебя там на заднем плане татарин молится. А тогда нельзя было даже в даме собачкой показывать, что в Крыму были татары. А-а-а. Ты понимаешь, да? Да-да-да. Это были вот такие времена. Но после этого картина попала в Канны, причем по инициативе французов. И после уже успеха в Каннах, так сказать, они это все дело пересматривали. Вообще, это была удивительно смешная эпоха. На отца тогда посыпались приглашения работать на Западе. Тогда их просто не существовало. Значит, я помню, Сэмюэл Голдвин, Голдвин Мэйер, значит, приглашал его снимать фильм по роману какого-то фантаста, Кларка, по-моему, в советско-американском сотрудничестве, что-то такое. И я помню письмо, которое направил отцу тогдашний замминистра Баскаков. Дословно цитировать не могу. Смысл такой. Уважаемый Алексей Федорович, значит, вот к нам обратились наши американские, значит, коллеги с предложением пригласить вас в качестве режиссера в Голливуд. Мы прекрасно понимаем, что вы, для вас этот жанр малоинтересен, и вы наверняка откажетесь. Но убедительная просьба, для того, чтобы не терять контакта с нашими голливудскими коллегами, предложите им, Сергея Аполлинача, Герасимова, который с удовольствием... У меня есть это письмо. Что, серьезно? Да, у меня есть это письмо. Вот. Это были такие времена. И, значит, приехал к нам в Камару. Герасимов мастер фэнтези, да? Да. Естественно, все это было потом похерено, но такие письма писались. Здесь был удивительный случай. Значит, в Камарова, в нашу эту лачугу трехкомнатную финскую приехал Энио де Кончини. Это был продюсер и сценарист сериала «Спрут». Вы помните, в советские времена вот это, значит, Энио де Кончини. Но это было спустя много лет. А в ту пору он приехал к отцу с какой-то очень пышногрудой переводчицей, которая, видимо, исполняла при нем и другую роль, эффектная очень такая была дама, предлагать отцу снять «Вешние воды» по Тургеневу. Был Лешка Баталов, который должен был играть, значит, главного героя. И они долго что-то заговорили, совещались, и вдруг я слышу довольно громкий такой рассерженный голос папы. Это надо знать, был отца, он вообще никогда в жизни не говорил громко, и вывести его из себя было практически невозможно. Значит, что выяснилось? Что Энио де Кончини сказал, что у меня, как у продюсера, будет к вам одна просьба. Джемма – это, если кто-то помнит Тургеневскую поиску, женская, значит, главная роль героини. Вот Джемма должна быть в этой сцене голенькая. И вот тут отец расперепел и почти указал ему на дверь. Поэтому контакта отца с Западом не получилось. Но успех картины был действительно сенсационен. Бергман, Шагал, Декирико, кто только не пел какие-то невероятные дифферамбы этой картине. Я ее недавно, мы с Ниной ее смотрели, она, в общем, не устарела. Она не устарела. И вот опять, что я говорю о деталях, парадоксах психологии. Я вспомню, как сейчас сцену, когда после любовного акта сидит Гуров и ест арбуз. Вот в этом весь отец. Нехорошо. Вы же первые меня не уважаете тебе. Отчего бы я мог перестать уважать тебя? Ты сама не знаешь, что говоришь. Вроде бы, ну что, но этот арбуз, вот это великое. Или как помнишь, я не знаю, фильм снят за Архи, но я убежден, что это, потому что я вижу отцовский почерк, когда Полежаев... Нет, это Архи и Кефис вдвоем. Да, но я думаю, что это отец, когда Полежаев помогает, сидит его жена, которая штопает, он садится, берет у нее иголку и пытается вдеть нитку, у него дрожат руки. Ну вот в этих деталях весь отец. Да, одни. Теперь уже как будто прочно. Все, я. Я тебе подарил измену друзей, одиночество, парочек. Что я тебе еще могу устроить, пока жив? Не смей так говорить. Ты всегда был самый прямой, самый милый и самый красивый. Я сейчас принесу с вами. Не надо. Не беспокойся. Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, я хочу поблагодарить вас за те приятные, радостные минуты, которые я провел на ваших площадках, съемочных, которые я вспоминаю с удовольствием, и наверняка не только я. Я хотел сказать, что, когда вы ставили нам задачи актерские, я ловил в них, кроме парадоксальности, впандан нашему разговору, и вот этой вот внутренней, о чем мы говорили сегодня, эквилибристики и какой-то такой, в каком-то таком гротеске, я в нем узнавал моих учителей театральных. То есть, невзирая на то, что театр – это прямая противоположность кинематографу в каком-то смысле, но в них я и узнавал нашу школу. К теме нашего разговора, когда я думал о нашей сегодняшней встрече, у меня тоже возникла эта формула, что вы актерский режиссер. Там было и действие, и забитийный ряд, и пристройка, и вся та палитра понятий, которыми мы и в театре тоже пользуемся, оценка там и так далее. И, по крайней мере, я каждую секунду понимал, что я делаю на площадке. Простите. Простите, пришлось прибегнуть к снотворному. Но вы не волнуйтесь, доза маленькая. Доза маленькая, вы быстро придете в себя. Вам надо поесть. Я не знаю ваших вкусов, я выбирал по-своему, но надеюсь, вам угодить. Это из очень хорошего индийского ресторана. Кто вы такой? Мы там, где собирались наши предшественники. Век тому назад. Какие предшественники? Наши предшественники. Братство Калачакры. Я один из них. Но я против них. Бой раковый, мы вступили с врагами, На кричьем судьбы бездесные ждут. На бой кровавый, святой и правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! На бой кровавый, святой и правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! Но мы поднимем гордо и смею. О чем вы им расскажете? О каком-то бредовом пророчестве? Да они же просто-напросто вас отправят к доктору Бехтереву. Вам не кажется, что вообще это туфта? Мандала, Шамбала, пророчество. Что именно гуру, тот гуру, Все это и состряпал. То, что он выдавал за подлинник, Было на санскрите. А санскрит знал он один. Кажется, и всегда казалось. С тех пор, как этот гуру меня нашел. Так зачем же вы? Зачем? А затем, что я все-таки верю. Не в пророчество, конечно. И даже не в закон кармы. А просто связь с предками. И в то, что кашу, которую мы заварили, Хочешь не хочешь, надо расхлебывать. Отдавать долги. Платить по счетам. Но я тут при чем? Вы мне можете объяснить? И откуда у меня этот чертов негатив? И какие долги я должен отдавать? Как? Я думал, вы знаете. Спасибо вам за это. Я безумно благодарен Рудику, Который нашел удобный и приличный, Интеллигентный способ как-то помянуть моего отца В преддверии его юбилея. Который одни цифры меня пугает. Представляете, что отцу 110 лет со дня рождения. Значит, сколько же мне? Вот. Рудик – человек, с которым у меня особые отношения. Мы тут, идя в этот зал замечательный, прошли уголок, в котором я снимал первый раз Рудика в сцене агента национальной безопасности. Его партнером был ныне уже умерший, замечательный тоже Коля Лавров. Вот с этого вестибюля или холла в Театре Рудика началась наша дружба человеческая и творческая. И с той поры я снимаю Рудика в каждом своем фильме. Мне нужен адрес. Вы можете устроить встречу? Адрес дать – не хитрое дело. Но эта встреча для вас может оказаться последней. Что вы хотите от меня, Иван Иванович? Предлагаю сделку. Вы мне говорите, где находится девушка Юля. А я какое-то время продолжаю наивно предполагать, что вы торгуете антиквариатами. Воспитанные люди здоровы и спонсорами. Даже если они сладуют. Дай, мальчик, скрипать год. Не надо, это не моя. Отдай, 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 дядя... Давай силы. 327 на 440. Нет. Время пошло. Интересно, а что было бы, если бы эти заявления действительно подать по адресу? Попробуй. Вот возьми и подать. Такой нафиг нанял? Кто? Кто? Твой зять. И придумал всю эту историю, чтобы денежки у тебя вытянуть. Не понял? Кто тебе сказал такое? Кто сказал? Ты сам говорил, что дети у тебя машинники подряд. Так что, по-моему, полностью вопрос исчерпан. Окончательно. Можете не сомневаться. Вторая половина после сдачи материалов в цифровом виде. Приеду, позвоню. Да нет. Зачем же тянуть? Мы встретимся с вами в Петербурге после окончания съемок. В пятой точке. Какой-то злой актер сказал бы, ну, так это, конечно, это ваш талисман, этот Рудик. И я как-то ухватился за эту формулу. Рудик действительно является талисманом всего того, что я делаю за последние годы. А если и для него не находятся роли, то не скрываю. Иногда эту роль сочиняю, дописываю. Я надеюсь, что наша дружба и сотрудничество с Рудиком продолжится. Спасибо. Есть один анекдот у Ивана Трульевича Попанова. Для балансу. Вот если для балансу Юрий Стоянов нам споет или сыграет... А на чем? Пианино, гитара. Гитара есть у нас? Рудик, ты знаешь, я... Извините. Я когда искал повод, чтобы уйти из Большого драматического театра, нужен был повод, потому что это жизнь, это боль твоя, и так просто не получается уйти. Я играл в Большом драматическом театре на гитаре в основном, на балалайке, на банджо и даже на скрипке. Даже. И когда я собирался уже уходить, я вдруг получил распределение ролей в село Степанчиково. И я специально не читал роль. Я пришел, ну, чтобы порадоваться, может быть, хоть раз в жизни. И когда я получил свои две страницы, первая была написана «Село Степанчиково» и подпись режиссера, а вторая страница была одна ремарка «Входит обноскин с гитарой». Вот когда я прочитал, что «Входит с гитарой», я нашел повод уйти из театра. Если бы с каким-то другим инструментом, я бы, может быть, остался. Я не играю ни на фортепиано, ничего, кроме гитары, которой у меня с собой нет, мой дорогой. Я... Мне очень жалко. Гитары есть? Она настроенная, да? Нет, 12 не надо, Бога ради. 6, 6. Вот сейчас мне будут гореть гуха, а я буду придумывать, что я играю. Правда, это даже интересно, я люблю. Юрочка, скажи, что это пошлый... Это абсолютно спившийся Барт, живущий какими-то прошлыми заслугами. Такой стрижельчик для Псковской области. Из какой картины? Семь, да? И он пригласил даму и сказал, что у него сегодня большой концерт в клубе, в какой-то таверне, в пивнухе. Три алкоголика и еще два деклассированных человека. И он на полном серьезе исполняет ей романс, который он сам написал. Анишка будет мне на ухо подсказывать следующую строчку. Твои губы пухлые, как бутон. Твоя бровь капризно своенравна. Я с эстрады шлю тебе поклон. И шепчу Наталья Николаевна. Нет, нет, нет. Там припев какой-то потрясающий. Я твой Пушкин. Ну там же все качалось, что есть Дантес, есть Пушкин, а ты уйдешь, естественно, с Дантесом. Там же было так. Я вам короткую. Не помню. Но все равно мы оценили. Спасибо. Слушайте, я, правда, я абсолютно не готов. Я просто думаю, что я на этой очень плохо настроенной не моей гитаре, ну вы это простите, те, кто услышит, что она расстроена, поскольку о Петербурге речь и в огромной степени об уходящей какой-то натуре, не имея в виду Дмитрия Ивановича, а даже об ушедшей, говоря об его отце. Знаете, единственное, что мне сейчас приходит на ум, надо петь только о том, что ты любишь. Я вам спою о моем ушедшем друге. Можно песенку? Я ее давно написал. Может быть, через полгода после того, как его не стало. Мы были всякими, мы были всякими капризными и безобразными, или удержали... Нет, не капризными, мы были всякими... А, извините, все, вспомнил. Мы были всякими красивыми и безобразными, или удержали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными, и так похожими, такими, блин, похожими. И где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, А может, потом на том, Где-то в тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять вдвоем. Нельзя сказать, чтобы я с тобой уже давно не виделся, Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему, Ты там, Чапаева, усами ощетинился, Я удивленно поднимаю брови Брежнева А где-то, где-то на этой планете, Где-то на этом свете, А может, потом на том, Где-то в тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять вдвоем. Я знаю, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон, Я вижу, ты себе тайком накапал вал аккордин, Я слышу, рядом твой, ну точно, это твой одеколон, Так почему поем вдвоем, а голос слышен один? Где-то, где-то на этой планете, Где-то на этом свете, А может, потом на том, Где-то в тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И снова споют, Снова споют вдвоем. Вот и все. Спасибо, Вик. Спасибо. Даже стареть не страшно, Все еще верю я. Встретится мне однажды Лучшая роль моя. Встретится мне однажды Может быть, главная роль моя. Встретится мне однажды Продолжение следует...